Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы будем отвечать на вопрос «О чём думает женщина?» и выбирать правильный ответ. На лекции чтения мы будем отвечать на вопросы к заданию и также будем заканчивать предложения из данных нам словосочетаний. 22번 민수 씨, 어제 축구 경기 봤어요? 네, 저는 친구들하고 재미있게 봤어요. 우리 팀이 이겨서 더 좋았죠. 수미 씨도 봤어요? 저도 봤어요. 우리 선수 한 명이 다쳐서 걱정했는데 이겨서 다행이었어요. 다음 경기도 이기면 좋겠네요. 그럴 수 있겠죠? 그럴 수 있을까요? 다음 상대 팀이 너무 잘해서요. Давайте переведем диалог на русский язык. 민수 씨, 민수, 어제 축구 경기 봤어요? Вы вчера смотрели матч по футболу? 네, да, 저는 친구들하고 재미있게 봤어요. Да, я с друзьями смотрел и было интересно. 우리 팀이 이겨서 더 좋았죠. Было интереснее, так как наша команда победила. 수미 씨도 봤어요? 아, вы, 수미, тоже смотрели? 저도 봤어요. 우리 선수 한 명이 다쳐서. так как наш спортсмен поранился, 걱정했는데 я беспокоилась. 이겨서 다행이에요. но хорошо, что мы победили. 다음 경기도 이기면 좋겠네요. было бы хорошо, если бы победили бы и в следующем матче. 그럴 수 있겠죠? такое же возможно? 그럴 수 있을까요? возможно ли? 다음 상대 팀이 너무 잘했어요. следующие соперники очень хороши. Итак, нам нужно ответить на вопрос, о чем думает женщина. Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. номер один. 우리 팀이 계속 이기면 좋겠습니다. было бы хорошо, если бы наша команда будет продолжать выигрывать. номер два. 친구들과 같이 보아도 신났습니다. было более весело, потому что смотрели матч с друзьями. номер три. 다음 경기는 이기면 없을 것 같습니다. скорее всего, будет невозможно выиграть следующий матч. номер четыре. 상대 팀 선цу가 많이 다쳐서 걱정했습니다. спортсмен соперников поранился, и она за него беспокоилась. Итак, чтобы найти правильный ответ, нужно обратить внимание на ключевые слова диалоги, а именно, что именно сказала женщина. давайте вместе вспомним. Итак, она говорила. 축구 경기. футбольный матч. 선цу 한 명이 다쳐서 걱정했는데. один из спортсменов поранился, и она беспокоилась. но. 이겨서 다행이었어요. но хорошо, что мы победили. то есть поранился один из спортсменов их команды. следующая ключевая фраза будет 다음 경기도 이기면 좋겠네요. было бы хорошо, если бы мы победили в следующем матче. Итак, теперь мы знаем правильный ответ. 정답. это номер один. 우리 팀이 계속 이기면 좋겠습니다. то есть женщина при этом диалоге думала о том, что было бы хорошо, если бы наша команда продолжала выигрывать. лексика в этом диалоге. 경기, матч, также может переводиться как соревнование. 선цу, спортсмен. 축구 선цу, переводится как футболист. ягу 선цу, бейсболист. то есть если просто в тексте встретите слово 선цу, будет спортсмен. если перед этим словом будет каким занятием спорта, допустим, чугку, футбол, 선цу, то будет футболист. сангде 팀, соперники или команда соперников. 23번 오랜만е 여행 왔는데 벌써 가요? 자주 오기도 어려운데 미술관만 더 보고 가요. 오늘은 많이 봤으니까 미술관은 내일 봐요. 저는 좀 쉬었으면 좋겠어요. 그래도 조금만 더 보고 가면 안 될까요? давайте переведем на русский язык. 우리 이제 그만 구경하고 가요. давайте перестанем смотреть и пойдем. 오랜만에 여행 왔는데 벌써 가요? мы так давно не были в путешествии и уже пойдем? 자주 오기도 어려운데 часто приезжать сложно. 미술관만 더 보고 가요. давайте еще посмотрим музей и пойдем. 오늘은 많이 봤으니까. сегодня уже много посмотрели. 미술관은 내일 봐요. давайте музей посмотрим завтра. 저는 좀 쉬었으면 좋겠어요. мне хотелось бы отдохнуть. 그래도 조금만 더 보고 가면 안 될까요? все равно можно еще немного посмотреть. итак, о чем же думает женщина в этом диалоге? давайте обратим внимание на ключевые слова. она сначала говорит 그만 구경하고 가요. давайте перестанем смотреть и пойдем. дальше мужчина предлагает посмотреть еще музей, но женщина отвечает 많이 봤으니까. мы уже много видели. 미술관은 내일. музей завтра. все 쓰면 좋겠어요. мне бы хотелось отдохнуть. теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. номер 1. 미술관에 자주 오고 싶습니다. она хочет часто посещать музей. номер 2. 오랜만에 여행을 가고 싶습니다. она хочет в путешествие, так как давно не ездила в путешествия. номер 3. 미술관 구경은 내일 하고 싶습니다. она хочет посмотреть музей завтра. и номер 4. 여행 가서 구경을 많이 하고 싶습니다. она хочет много всего посмотреть, поехав в путешествие. 정답. по ключевым словам видно, что правильный ответ номер 3. 미술관 구경은 내일 하고 싶습니다. теперь давайте немножко пройдем грамматику. в этом диалоге были такие фразы. 음연 좋겠다, 좋겠어요. переводится это как было бы хорошо, если бы. и всегда в прошедшем времени. поэтому, допустим, было бы, если вы хотите сказать было бы хорошо, если было бы холодно. чего сымянчук кессая. также можно перевести как желательно, хотелось бы. например, чего сымянчук кессая. хотелось бы отдохнуть или желательно отдохнуть. грамматика госипта прибавляется глаголу, переводится как хотеть. хотеть чего-либо. например, если я хочу отдохнуть, можно сказать так. отдыхать, 쉬다, прибавить 고щипта, получается 쉬고 싶어요. я хочу отдохнуть. слово 그만 переводится как хватит, либо перестать, или переставать. 24번 오늘 몇 시쯤 물건을 받을 수 있을까요? 지금은 몇 시에 갈 수 있을지 잘 모르겠어요. 아, 그래요? 그런데 앞으로는 오는 시간을 미리 알려주면 좋겠어요. 죄송합니다. 요즘 배달할 물건이 많아서 도착 시간을 말씀드리기 좀 어렵네요. 다시 들으십시오. 오늘 몇 시쯤 물건을 받을 수 있을까요? 지금은 몇 시에 갈 수 있을지 잘 모르겠어요. 아, 그래요? 그런데 앞으로는 오는 시간을 미리 알려주면 좋겠어요. 죄송합니다. 요즘 배달할 물건이 많아서 도착 시간을 말씀드리기 좀 어렵네요. 오는 시간을 오는 시간을 미래요. 오는 오는 몇 시쯤 물건을 받을 수 있을까요? 오는 오는 몇 시쯤 물건을 받을 수 있을까요? 오늘 몇 시에 물건을 받을 수 있을까요? 네. 잘 모르겠어요. Сейчас я не знаю во сколько часов могу подойти. 아, 그래요? 아, да. 그런데 но 앞으로는 следующий раз 오는 시간을 미리 알려주면 좋겠어요. желательно если вы заранее скажете во сколько придете. 죄송합니다. извините. 요즘 배달할 물건이 많아서 в последнее время очень много посылок и сложно сказать во сколько я смогу подойти. Итак, чтобы ответить на вопрос о чем думает женщина, давайте обратим внимание на ключевые слова в ее вопросах и в ее ответах. Итак, во сколько можно получить? 앞으로는 впредь 오늘 시간을 미리 알려주면 좋겠어요. Было бы хорошо, если вы заранее стали бы говорить, во сколько вы придете. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. номер 1. Бульгон 을 빨리 보내야 합니다. Она думает, что надо быстро отправить посылку. номер 2. Бульгон 오늘 중에 도착해야 합니다. Она думает, что посылка должна прийти в течение сегодняшнего дня. дня. номер 3. Бульгони 도착하는 시간을 미리 알려줘야 합니다. Она думает, что заранее нужно говорить о время доставки посылки. номер 4. Бульгон 을 많이 보낼 때는, когда нужно отправить много посылок, нужно заранее звонить. Итак, правильный ответ номер 3. Бульгони 도착하는 시간을 미리 알려줘야 합니다. В этом тексте нам встречалось слово мульгон, которое переводится как вещь. На другом уроке мы уже встречались с этим словом и знаем, что в зависимости от смысла текста в предложении, оно может переводиться как, допустим, продукты. По-английски, если кто-то знает английский язык, наверное, вы знаете такое слово, как став. То есть, мульгон переводится как став. По-русски мы же все-таки смотрим на смысл в предложении. Например, мульгон может перевестись так же, как и посылка. Давайте переведем на русский язык. И так, в этом задании нам нужно найти один из четырех вариантов, который подходит по смыслу к тексту. Давайте посмотрим сначала на ключевые слова. Так как текст короткий, их найти легче. Ключевые слова будут хьюиль выходные чингучи гости домой к другу или подруги. Драма рэль порёгу хамнида собираемся там посмотреть сериал. И так же собираемся поговорить или поболтать. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. 저는 집에서 драма рэль 보고 싶습니다. Я хочу посмотреть сериал дома. Номер два. 저는 친구에게 이야기를 하러 갈 겁니다. Я собираюсь к другу или подруге, чтобы что-то рассказать. Номер три. 저는 친구와 драма 이야기를 할 겁니다. Я с другом или подругой вместе провести выходные. Номер четыре. 저는 친구와 함께 휴일을 지내고 싶습니다. Я хочу с другом или подругой вместе провести выходные. 정답. По ключевым словам мы уже знаем правильный ответ. Это номер четыре. 저는 친구와 함께 휴일을 지내고 싶습니다. Лексика этого текста. 휴일. 휴일 может переводиться на русский язык как праздник, но также можно перевести как выходной день. 이야기 это будет как рассказ делать. Вы рассказываете, разговариваете, но иногда можно также перевести как болтать. Разговаривать, рассказывать, болтать. Давайте переведем на русский язык. 저는 내년에 대학교를 졸업합니다. Я в следующем году выпускаюсь из университета. 졸업을 하면 после выпуска 회사에서 일 하려고 합니다. Я собираюсь работать в компании. 그래서 поэтому 요즘 последнее время 좋은 회사를 찾고 있습니다. Я ищу хорошую компанию. Итак, о чем говорится в тексте? Давайте, чтобы ответить на этот вопрос, сначала выделим ключевые слова. 내년에 대학교를 졸업 В следующем году выпуск из университета. Поэтому 회사에서 일하려고 합니다. собираюсь работать в компании. 회사를 찾고 있습니다. Ищу сейчас компанию. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. 1. 저는 학교에서 일하고 싶습니다. Я хочу работать в школе. 2. 저는 좋은 대학교를 찾고 싶습니다. Я хочу найти хороший университет. 3. 저는 졸업 후에 회사원이 되고 싶습니다. 4. 저는 내년에 학교를 졸업하고 졸업합니다. Я в следующем году хочу выпуститься из школы. По ключевым словам мы знаем, что этот человек выпускается из школы и хочет работать в офисе. 정답. Поэтому правильный ответ номер 3. 저는 졸업 후에 회사원이 되고 싶습니다. Лексика этого текста 회사 можно перевести как компания, но также можно перевести как офис. 회사원 офисный работник. ЧОРО выпуск либо выпускной и ПАК вступление это может быть вступление либо в университет или это школа если это школа можно перевести как начало учебного года. ХАККЁ школа но заметьте мы просто можем назвать университет тоже ХАККЁ как школа но в зависимое от текста можно перевести как университет. Давайте переведем на русский язык. МИНСУ СИНЫН ПАРЕ АЖУ КАМНИДА У МИНСУ очень большая нога. ПОТОН обычно СИМБАЛ КАГЕ НЫН в обувном магазине МИНСУ СИ ПАРЕ МАННЫН СИМБАРЕ ОБСЫМНИДА МАННЫН СИМБАЛЬ обувь по размеру. Получается обычно в обувном магазине нет обуви по размеру ноги МИНСУ. КРЭСАО поэтому МИНСУ СИНЫН МИНСУ СИМБАРЕЛ САНЫН ГОСИ ХИМДЫМНИДА Трудно купить обувь. Итак, давайте для начала найдем ключевые слова, чтобы правильно выбрать ответ. Ключевыми словами будут ПАРЕ КМНИДА БОЛЬШАЯ НАГА СИМБАЛ КАГЕЕ МАННЫН СИМБАРЕ ОБСЫМНИДА В ОБУВНОМ МАГАЗИНЕ НЕТ ПО РАЗМЕРУ НОГИ ОБУВИ. СИМБАРЕЛ САНЫН ГОСИ ХИМДЫМНИДА Трудно купить обувь. Итак, о чем же говорится в тексте? Давайте переведем 4 данных варианта. НОМЕР АДИН МИНСУ СИНЫН ЧОКУМ КЫН СИМБАЛЫЙ ЧУАХАМНИДА МИНСУ НРАВИТСЯ ОБУВЬ НЕМНОГО БОЛЬШИ. НОМЕР ДВА МИНСУ СИНЫН СИМБАЛИ ЧАГАСО КУТКИ ХИМДЫМНИДА МИНСУ СЛОЖНО ХОДИТЬ, ТАК КАК МАЛАЯ ОБУВЬ. НОМЕР ТРИ МИНСУ СИНЫН КАГЕЕ СИМБАЛЫЙ САРУ КАЛКОМНИДА МИНСУ ПОЙДЁТ В МАГАЗИН, ЧТОБЫ КУПИТ ОБУВЬ. НОМЕР ЧЕТЫРЕ МИНСУ СИНЫН ПАРИ КОСО СИМБАЛИ САГИ ГА ОРЁПСЫМНИДА МИНСУ СЛОЖНО КУПИТ ОБУВЬ, ТАК КАК У НЕГО БОЛЬШАЯ НОГА. ИТАК, ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ МЫ ЗНАЮ, ЧТО У МИНСУ БОЛЬШАЯ НОГА. В ОБУВНОМ МАГАЗИНЕ НЕТ ОБУВИ ПО РАЗМЕРУ. И ЕМУ СЛОЖНО КУПИТ ОБУВЬ. ЧЕОНГДАБ. ПОЭТОМУ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НОМЕР ЧЕТЫРЕ. МИНСУ СИНЫН ПАРИ КОСО СИМБАЛИ САГИ ГА ОРЁПСЫМНИДА. ГЕУЛЕ ГИТЦЯРЫЛ ТАГО ТОНАНЫН ДУНКОТ ЙОЕНИ ИСЫМНИДА. ИТАК, ЕСТЬ КАКОЕ-ТО ПУТЕШЕСТВИЕ. ДАВАЙТЕ ПЕРЕВЕДЁМ С КОНЦА ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ИСЫМНИДА. ЕСТЬ КОГДА. ГЕУЛЕ ЗИМОЙ. ЧТО ЕСТЬ? НУНКОТ ЙОЕНЬ. ПУТЕШЕСТВИЕ СО СНЕЖИНКОМИ. НА ЧЁМ? НА ПОЕЗДЕ. КИЧАРЫ ТАГУ. ЗИМОЙ ЕСТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ СО СНЕЖИНКОМИ. НА ПОЕЗДЕ. НУНКОТ ЙОЕНН. ГИОК. ПУТЕШЕСТВИЕ СО СНЕЖИНКОМИ. ЧИЛЬГОУУ СИГАНЫЛ ПУНЫГУ ТАГМ ЙОГУРУ КАНЫН ЙОГЕНИМНИДА. ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ, ГДЕ, ЗАТЕМ ПО-РУССКИ МЫ ТУТ СТАВИМ ОТКРЫТЕ, КИОК. ВЕСЕЛО ПРОВОДИШЬ ВРЕМЯ И ЕДЕШЬ ТА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАНЦИИ ВОКЗАЛА. ЧЁПОНЩЕ ЙОГИСО НЕРИМЯН, ВЫЙДЯ НА ПЕРВАЙ СТАНЦИ, НУНКИРЫЛ САНЦЕКХАГО, ГУЛЯЮШЬ ПО СНЕЖНОЙ ДОРОГИ, ОРУМ НАКСИРЫЛ ХАМНИДА. И ЛОВИШЬ РЫБУ ПАДАЛЬ ДОМ. ДАМ ЙОГИСОНН, НА СЛЕДУЩИЙ СТАНЦИ, НУНСАРАМУЛ МАНДЫМНИДА. ДЕЛАЮ СНЕГОВИКА. КРИГУ МАЗИМАК ЙОГИСОНН, ТАТЫТАН ЧАРЫЛ МАСИМНИДА. И НА ПОСЛЕДНЕЙ СТАНЦИИ ПЬЁШЬ ТЁПЛЫЙ ЧАЙ. ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ НА ЗАДАНИЕ. У НАС ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ГДЕ ВМЕСТО КИОГ НУЖНО ПОСТАВИТ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ ТАК, ЧТОБЫ ОНО ПОДХОДИЛО ПО СМЫСЛУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАКОЕ. ПУТЕШЕСТВИЕ СО СНЕЖИНКАМИ ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ ГДЕ ВЕСЕЛО ПРОВОДИШЬ ВРЕМЯ И ЕДЕШЬ ДО СЛЕДУЮ СТАНЦИИ ВОКЗАЛА. ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ НА ЧЕТЫРЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТА. НОМЕР ОДИН. ПОЕСТ ПРОЕЖАЕТ И. НОМЕР ДВА. ОЖИДАЯ ПОЕСТ. НОМЕР ТРИ. ВЫХОДИШЬ НА СТАНЦИИ ВОКЗАЛА. НОМЕР ЧЕТЫРИ. ВОЗВРАЩАЯСЬ НА СТАНЦИИ ВОКЗАЛА. ИТАК, ИЗ ЧЕТЫРЕХ ВАРИАНТОВ, ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ, ЕСТЬ ВЫХОДИШЬ НА СТАНЦИИ ВОКЗАЛА. ТО ЕСТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ СО СНЕЖИНКАМИ, ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ, ГДЕ ДЕЛАСЬ ЧТО. ГДЕ ВЫХОДИШЬ НА СТАНЦИИ ВОКЗАЛА И ЗАТЕМ ВЕСЕЛО ПРОВОДИШЬ ВРЕМЯ. НАШ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НОМЕР ТРИ. И У НАС ПОЛУЧАЕТСЯ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПУТЕШЕСТВИЕ СО СНЕЖИНКАМИ, ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ, ГДЕ ВЫХОДИШЬ НА СТАНЦИИ ВОКЗАЛА, ВЕСЕЛО ПРОВОДИШЬ ВРЕМЯ И ЕДЕШЬ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ СТАНЦИИ ВОКЗАЛА. ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЕ, О ЧЕМ ГОВОРИТСЯ В ТЕКСТЕ, ДАВАЙТЕ ДЛЯ НАЧАЛА ВЫДЕЛИМ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. ИТАК, ДУНКОТЬ ЙОГЕНЬ, ПУТЕШЕСТВИЕ СО СНЕЖИНКАМИ. ЧТО ЖЕ ТАКОЕ? ГДЕ ВЫХОДИШЬ НА СТАНЦИИ ВОКЗАЛА, СИГАНЫЛ ПУНЫКО ПРОВОДИШЬ ВРЕМЯ, ДАУМ ЙОГУРУ КАНЫН ЙОЭНЬ И ЕДЕШЬ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ СТАНЦИИ. ЧОКПОНЧЕЙ ЙОГУ, НА ПЕРВОЙ СТАНЦИИ, ЧТО ЖЕ ТАМ ДЕЛАЮТ? ДУНКИРЫЛ САНЦЕК, ГУЛЯЮТ ПО ДСНЕЖНОЙ ДОРОГИ, ОРЫМ НАКСИ, И ЛОВЯТ РЫБУ ПОДО ЛЬДОМ. ДАУМ ЙОГУ, НА СЛЕДУЩЕЙ СТАНЦИИ, ДУНЦАРАМ, СНЕГОВИК. МАЗИМАК ЙОГУ, НА ПОСЛЕДНЕЙ СТАНЦИИ, ТАТЫ ТАНЧА, ТЁПЛЫЙ ЧАЙ. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. КИЧАНЕСО ПОЛЬ СУИНН КОТ, ЧТО МОЖНО УВИДИТЬ В ПОЕЗДЕ. Номер 2. КИЧАРЫ ТАССЕЙ ТАЛЬ СУИНН ГОТ, МЕСТА, ГДЕ МОЖНО ОПЯТЬ СЕЙСТЬ НА ПОЕЗД. Номер 3. ДУНКОТ ЙОГЕНИН КАЛЬ СУИНН НАЛЬ, ДЕНЬ, КОГДА МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ СО СНЕЖИНКОМИ. Номер 4. ДУНКОТ ЙОГЕНИСО ХАЛЬ СУИНН ИЛЬ, ЧЕМ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЕ СО СНЕЖИНКОМИ. ЧЕОНГДАП. Правильный ответ номер 4. ДУНКОТ ЙОГЕНИСО ХАЛЬ СУИНН ИЛЬ. Давайте переведем на русский язык. В этот раз у нас имейл. ЧЕМОК. ТЕМА. ЮАКСЕНГЛ ВИАН ХАНГУК ЧОНТОН УМАКХЕ. ТРАДИЦИОННЫЙ КОРЕЙСКИЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ. ЮАКСЕНЬ ЙОРОБУН АННЯОСИМНИКА. Здравствуйте, дорогие иностранные студенты. ЙОРОБУНЫЛ ВИЕСАО ДЛЯ ВАС СТУДЕНТЫ ЧОНТОН УМАКУЛ КОНПУАННЫН ХАНГУК ХАКСЕНЬДЕРИ, МУЗЫКИ, КУМНЮУЛ ХАМНИДА, УСТРАИВУЮТ КОНЦЕРТ. УМАКХЕННЫН КОНЦЕРТ ТАМ ЧУ, КУМЮЮЛЕ ИССЫМНИДА, СОСТОИТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕ НИДЕЛЕ В ПЯТНИЦУ. ОГУ НА ИСИЕ, ПОСЛЕ ОБЕДА В ЧЕТЫРИ ЧИСА, СИДАКСЯ, СИДАКСЯ, НАЧИНАЕТСЯ, ЕОСОТСИ КАЗИ ХАМНИДА, И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ В ШЕСТЬ ЧИСОВ. 3.30 КАЗИ, ДО ТРЁК ТРИЦИТИ, ХАНГУК ДЭАККЮ, ГАНГУРО УСИМЕН ДЕМИДА, ПРИХОДИТИ, В ТРИ ТРИЦИТИ, ИЛИ ДО ТРЁК ТРИЦИ, В ЗРИТИЛЬНЫЙ ЗАЛ УНИВЕРСИТЕТА, ХАНГУК. 4.30 УМАКВЕЙ КННАМЯН ПОСЛЕ КОНЦЕРТА УРИРЫЛ ВИЕ ЕНЖУ ХЕЧУН ХАКСЯНДЕЛ КА ХАМКЕ. 5.30 ВМЕСТИ СО СТУДЕНТАМИ КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЛИ НА КОНЦЕРТЕ, ЧОНЁЁК СИКСАРЫЛ ХАЛКОМНИДА, БУДИТ УЖЕН. ПОЛУЧАЕТСЯ, ПОСЛЕ КОНЦЕРТА БУДИТ УЖЕН ВМЕСТЕ СО СТУДЕНТАМИ КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЛИ НА КОНЦЕРТЕ, БАННЫН ЧАМСОК ПАРАМНИДА, НАДЕЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОСЕЩЕНИЕ, ХАНГУК ТЕАККЁ, ХАНГУГО ХАКККУА, УНИВЕРСИТЕТ ХАНГУК, ФАКУЛЬТЕТ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКЕ. У нас задание такое. По какой причине с факультета корейского языка выслали этот имейл? Давайте ответим. И для этого переведем данные нам 4 варианта ответов. Номер 1. УМАКХЕРЫ КЕВАК ХАЛЬengУ. ЧТОБЫ ЗАПЛАНИРОВАТЬ КонCЕРТ. Номер 2. УМАКХЕЕ ЧТОДЭХАЛЬengУ. ЧТОБЫ ПРИГЛОСИТЬ НА КОНЦЕRT. Номер 3. УМАКХЕЕ ЧАМСОГЭЙ ХАКИНАЛЬengÚ. ЧТОБЫ ПРОВЕРИТ ПОСИЩАЕМОСТЬ КОНЦЕРТА. Номер 4. УМАКХЕЕ ЧАМСОГЭЙ КАМСААЛЬengУ. ЧТОБЫ ПОБЛАГОДАРИТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРИШЛ на концерт чонда правильный ответ будет номер 2 в макве чудо рёку это письмо было выслано чтобы пригласить на концерт теперь давайте выберем правильный ответ из четырех данных тот который подходит по смыслу к тексту номер один маке нэн сэсси самси пунэй си закай комнита концерт начнется в 3.30 номер два юак сэндэри ангук чонтом умагэл юнчу хай комнита иностранные студенты будут исполнять корейскую национальную музыку номер три эмагэл кумбанэн хак сэндэрэл виан эмакэ им нита концерт для студентов обучающихся на факультете музыки номер четыре эмакэрэл ханфуэй после концерта таамке чонёгэл могэй комни да все вместе будут ужинать чонгдап правильный ответ номер четыре эмакэрэл ханфуэй таамке чонёгэй могэй комни да после концерта все вместе будут ужинать так как концерт для студентов иностранных и иностранные студенты не будут исполнять корейскую музыку а приглашены на концерт и концерт начинается в 4 они в 3.30 сегодня на лекции аудирования мы с вами попрактиковались в ответе на вопрос о чем думает женщина чтобы правильно определить о чем думает собеседник нужно внимательно отнестись его или ее словам сегодня на лекции чтения у нас были разнообразные задания мы находили правильный смысл текста из данных нам вариантов по ключевым словам и дополняли текст словами хоть задания были разными во всех заданиях было важно определить ключевые слова, чтобы правильно ответить на заданные вопросы. Спасибо и всего вам хорошего!